Итак, всем привет, с вами снова я, Добината Спейс, и сегодня у нас будет неплановое видео насчет истории Галлена Марека Старкиллера, моего любимого джедая, ситха, или просто персонажа из саги Звездные Войны. Что ж, давайте начнем. Галлен Марек, кодовое имя Старкиллер, был рожден на планете Кашик и воспитывался его отцом, бывшим джедаем, скрывшимся в лесах этой планеты. После того, как на планету ворвались имперские силы, отряды штурмовиков и сам Дарт Вейдер, его отец пал в бою, а сам он был забран на обучение к темному лоду. Старкиллера Вейдер готовил только к одной цели, уничтожить Императора, что вскоре они должны были сделать, но перед этим Галлену нужно было пройти множество испытаний и тренировок. Когда он был молод, его тренировал прототипный дроид Прокси, а Вейдер только изредка. После он был готов к встрече с настоящим джедаем, и Вейдер отправил его на мусорную планету Раксус Прайм, чтобы победить его первую цель. Это был некий кибернетический джедай, павший на этой планете, скрывающийся от имперских вражеских войск. Галлен превосходно справился с его первой миссией и уничтожил джедая. Следующей же его целью была некая Шак-Ти. Вейдер отправил его на планету Фелуция, где Шак-Ти оберегали некие аборигены, с которыми Галлен Марек расправлялся одной левой. После он мог сразиться и с самой Шак-Ти, победив его в неравном дуэли. Он использовал все свои приемы, которым научился у Вейдера и у Прокси, а также придумал несколько новых комбо. Наконец остается его последний этап обучения – уничтожение некого Раму Коуте для того, чтобы он был готов победить императора. Таркиллер безупречно выполняет свою миссию, но ему не удается уничтожить Коуту полностью. Он лишь ослепляет его, но приносит Вейдеру его световой меч, как доказательство о падении этого джедая. Но вдруг внезапно на Звездный Разрушитель прилетает сам Император Палпатин, и Дарт Вейдер, чтобы замарать все свои следы обучения, уничтожает Старкиллера на глазах у Императора, тем самым подтверждая его верность к его мастеру. Но Вейдер, конечно же, не настолько глуп, чтобы убить его самое совершенное оружие на тот момент. Он берет и восстанавливает всю систему внутреннего кровообращения и всех органов Старкиллера, которые он ему повредил при его уничтожении на глазах у Императора. Но, как я считаю, он ничего не сделал для его восстановления. Он просто оживил его клона. Как мы знаем во второй части Star Wars The Force Unleashed, Старкиллер уже предстает клоном, а не тем персонажем, который мы его знаем из первой части. О второй части я поговорю немножечко позже. Но мне кажется, что он не возрождал Старкиллера, а просто оживил его клона. Вот и все. После можно сказать, что Вейдер просто оправдывается перед Старкиллером, что что ему еще можно было сделать? Император мог убить и его, и Дарта Вейдера в том числе. Поэтому он просто доказал ему в еще один раз неоднократно его преданность, его магистру. И в то же время не поставил под угрозу срыва их операцию. Но Галлану что-то начинает не нравиться, что-то не совпадает, как он считает. И он пытается найти всю правду, что была насчет его отца и о всем его прошлом. Он решает на секунду предать Вейдера, но не настолько явно, чтобы он это узнал. Все же быть за него, но одновременно и узнать, что повстанцы хотят. Он находит раму Коута и говорит, что решает присоединиться к Альянсу повстанцев. Но при этом он будет докладывать им все, где все местонахождения и координаты всех баз штурмовиков, их уязвимые места, что когда планируется для перевозки у Дарта Вейдера и будет передавать им. Он будет своего рода лазунчиком в тылу. Но Дарт Вейдер и тут не сглупил. Он почувствовал смятение у Старкиллера и понял, что он что-то затевает. Поэтому он решил приглядывать за ним. Вейдер приказывает ему скидывать координаты баз повстанцев, на которых он будет находиться. Галлен якобы соглашается с условиями Вейдера, но одновременно и не собирается их выполнять. Вейдер и тут просекает его хитрость. Он устанавливает где-то лазунчика, чтобы узнавать координаты, куда и направляет свой флот. Когда уже все лидеры повстанческого альянса были собраны в одном месте на планете Ход и Старкиллер, так же и Коута там, вот тут-то пришла и ловушка. Весь ход накрыли солдаты Империи и Звездные Разрушители. Вейдер сам лично прилетел туда, чтобы расправиться со всеми мятежниками. Все лидеры мятежников и повстанческого альянса были взяты в плен Дартом Вейдером, а он последовал за ними на своем флагманском звездолете Rogue Shadow с Джуно Эклипс. После того, как Император уже был почти готов расправиться с мятежниками, он узнает о превытии Старкиллера и дает Дарту Вейдеру одни указания – уничтожить мальчишку. Что Старкиллер с Вейдером, возможно, и так бы сделали без его указаний. Они сходятся в поединке и сражаются не на жизнь, а на смерть. Впрочем, Старкиллер побеждает Вейдера и мог почти его убить, что как раз-таки Император и жаждовал, дабы Старкиллер перешел на темную сторону и стал рабом, как Вейдер был. Но Коута не из тех людей, что стоят в сторонке и смотрят, как те сражаются. Он тут бежал к Императору, забрал его световой меч и почти что мог уничтожить его даже, но Император проворно отпулил его молнией куда-то в сторону. В игре есть два варианта – либо темная сторона, либо светлая. Я лично всегда выбирал светлую, вы можете всегда выбрать темную, но расскажу я про два варианта. Да-да, это Галенмарек, только не такой Галенмарек, которого мы привыкли видеть, как вы видите. Это реконструированный Старкиллер. То есть Дарта Вейдера он убил, не помог Коуте, перешел на темную сторону. Это было уже, я думаю, понятно, что это выбор темной стороны. Он становится ситхом-ассасином и очередным рабом Императора Палпатина. Как вы видите, Император просто взял на него, когда Роук Шэдоу подлетал, кстати говоря, с Джуна, Джуна пилотировала данный звездолет, он просто взял и на него силой, ну силой мысли, на него звездолет направил, и он взорвался, но он его реконструировал как Вейдера, и вот что получилось. Теперь он просто по игре был рабом его и выполнял все его указания как Вейдер. У светлой стороны, мне кажется, путь гораздо интереснее. Старкиллер не уничтожает Вейдера и не переходит на темную сторону. Он наоборот помогает мятежникам скрыться, пока он отвлекает Императора и Вейдера. С Императором он даже меряется силой по силе молнии и сражается с ним. А Дарт Вейдер просто лежит, так как он там весь battle damage, то есть подстрадавший в бою. Мятежники успевают скрыться, а Старкиллер приносит жертву себя, тем самым погибая. Что же, поговорим о способностях Старкиллера. Он был, по-моему, одними из самых сильных джедаев и ситхов всех времен, так как его чувство к силе было самым, по-моему, сильным и могущественным, нежели у даже мастера Йода. Способностей у него очень много, от простых силовых пушей до полного уничтожения Стар-Дестроера. Но его коронный силовой удар – это сосредоточение в себе всей силы, которая у него есть, а потом выбрасывание её на своих врагов, тем самым уничтожая их и расщепляя на молекулярный уровень даже тех самых штурмовиков. Владение световыми мечами также заслуживает отдельного внимания. Он умеет виртуозно с ними управляться, а также является одним из лучших дуэлистов его эры. Но с историей Старкиллера мы на этом не заканчиваем. В скором времени выйдет видео, о котором я буду продолжать его историю, по игре Star Wars The Force No-Lish 2. Там уже будет история не самого Старкиллера, а его клона, что, в принципе, не имеет никакой разницы, так как клон показывает там себя даже более ярко, чем сам Старкиллер. Ну а на этом всё. Всем спасибо за просмотр, ожидайте новых видео. С вами был я, Доминотоспейс. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok